Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. 22 тысячи детей отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях. Готовность учреждений к очередным сменам обсудили на заседании рабочей группы по организации летнего отдыха. Помогают перенимать опыт в Самарском перинатальном центре, развивается практика наставничества. Собрать портфель, отгладить форму и подготовиться морально, какие советы дают психологи родителям первоклассников. Не нужен нам берег Турецкий. Царев Курган, Ширяево, Подгоры и Зеленая Роща стали самыми популярными туристическими направлениями у самарцев. До 35 градусов в тени и до 40 на солнце. В столицу региона пришла жара, как самарцы спасаются от зноя и что советуют эксперты. Путь к трофею начала с победы. Дарья Касаткина выиграла матч первого раунда на Уинбилдоне. В столицу региона начали поступать новые трамвайные вагоны. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Елена Лапушкина. Те системные сдвиги в работе общественного транспорта в Самаре, которые стали возможны благодаря поддержке главы региона Дмитрия Азарова, уже приносят свои результаты. «Пополняем и обновляем подвижной состав», – отметила мэр города. Первые вагоны из 12 закупленных уже прибыли в Самару. После распаковки они пройдут приемку и проверку всех систем и установленных оборудований. Впервые в городе будут курсировать трамваи, оснащенные кондиционерами. Кроме того, внутри установлены камеры видеонаблюдения и зарядные USB-устройства. Вагоны будут работать на самых востребованных маршрутах. В скором времени в город поступит и первая партия новых автобусов. В администрации Самары подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании этого года. Обсуждение прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. В течение июня в пришкольных лагерях и в детских оздоровительных центрах с круглосуточным пребыванием уже отдохнули более 15 тысяч ребят. Говорили на заседании и о тех подростках, кто предпочел отдыху временное трудоустройство. Одна из традиционных форм летнего досуга у подростков – отдых и общение со сверстниками. Провести время с пользой можно не только на улице, но и в лагере. В этом году в Самаре работают 189 учреждений с дневным пребыванием детей. За первый месяц лета в них успели отдохнуть больше 15 тысяч человек. В среднем смена в пришкольном лагере длится 18 дней. В лагерях проводились профилактические мероприятия с детьми по разным направлениям. Это профилактика вредных привычек, дорожно-транспортных происшествий, поведение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Партнерами выступали сотрудники МЧС, ВД, ГИБДД, Центр медицинской профилактики. Продолжают работать и детские оздоровительные лагеря. В самом крупном из них в Волжском Артеке недавно завершилась первая смена. Здесь уже успели отдохнуть 290 детей. Как отметила руководитель департамента опеки и попечительства Ольга Слесарева, особое внимание уделяют ребятам, получающим путевки на льготной основе. Это, например, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Гостями первой лагерной смены также стали подростки из ЛНР. Для них и для детей из Самары организовали несколько совместных спортивных акций с конкурсами и развлекательную программу. Дети расстались очень тепло, обменялись телефонами, надеясь, будут поддерживать контакт. И очень хотели вернуться и приехать к нам отдыхать на следующий год. Продолжаются также спортивные сборы. На территории городского округа традиционно работает профильный лагерь «Олимп». В первый летний месяц две его смены посетили 395 человек. Спортсмены по греко-римской борьбе, гимнасты, баскетболисты, теннисисты, боксеры и другие. Всего за весь сезон лагерь готов принять больше 1200 подростков. В учреждении у ребят есть возможность не только оставаться в хорошей физической форме благодаря тренировкам, но и даже сдать нормативы ГТО. Проведено более 20 различных мероприятий. Одни из, в том числе, выполнения нормативы ГТО – это конкурсы, мастер-классы, кинопакеты, профессиональные мероприятия, показательные выступления спортсменов и другие. На совещании также говорили о тех подростках, кто предпочел отдыху, временное трудоустройство. Представитель профильного департамента Светлана Лановенко заявила, что в этом сезоне появилось больше желающих среди несовершеннолетних трудоустроиться. Однако количество мест пока ограничено. В 2023 году уже работает 3190 подростков на 137 предприятиях города. В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина предложила рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из бюджета в следующем году на трудоустройство несовершеннолетних. Мэр отметила, что это хороший задел для предприятий, которые проводят профориентационные мероприятия. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Готовность объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области превысила 50%. Об этом сообщили в региональном правительстве. Национальным проектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть «Самара-Итальяти». Всего в 2023 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 102 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью порядка 340 километров, в том числе 20 мостов и путепроводов. На региональной сети дорог в настоящее время уже завершен ремонт участка автомобильной дороги «Урал-Большая Каменка» в Красноярском районе, а также капитальный ремонт участка трассы «Самара-Бугуруслан» протяженностью 4,8 километра в Волжском районе. В высокой степени готовности участки дорог «Большая Черниговка», «Глушицкий», «Урал», «Исоклы», «Шантала», «Самара-Оренбург» до автомобильной дороги «Самара-Волгоград». Как отметил губернатор региона Дмитрий Азаров, ежегодно усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог увеличиваются. Продажи автоваза в июне выросли в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей, говорится в сообщении компании. Всего в первом полугодии этого года официальными дилерами «Лада» в России было продано 143 618 автомобилей. Это на 92% больше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом объем производства на заводах компании в июне вырос более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Помочь, подсказать и научить самому важному. В Самарской областной клинической больнице имени Середавина вот уже который год успешно действует институт наставничества. Молодых специалистов под свое крыло берут опытные сотрудники, которые помогают набраться опыта, постичь азы профессий и повысить свою квалификацию. Как проходят занятия в Самарском перинатальном центре, увидела наша съемочная группа. После своих дежурств молодые акушерки Самарского перинатального центра приходят на практические занятия, чтобы принять роды у манекена Маруси. Освежают в памяти основы профессии, которые могут стать рутиной, а также изучают новые возможности. Так как медицина – это непрекращающееся образование, то к повышению квалификации и обучению привлекают не только начинающих врачей, но и опытных специалистов. Анастасия Шагина в прошлом году стала лучшим акушером Самарской области, но продолжает ходить на семинары и конференции. А сейчас присоединилась к программе наставничества. Говорит, что больше всего учит молодых не медицинской части, а общению с пациентами. Человек должен быть добродушным. То есть без этого нашей профессии никуда. Это самое главное. Постепенно обучаем, как общаться с пациентами. Потому что беременные женщины, люди, они как бы своеобразные. К ним нужно внимание, чуткость проявлять. Каждого нового сотрудника в отделениях Самарского перинатального центра под свое крыло берут опытные специалисты. Они помогают адаптироваться к работе, подсказывают в сложных ситуациях, рассказывают о секретах успеха в профессии. Все это приносит результаты. Молодые кадры больницы Середавина регулярно побеждают на различных конкурсах профмастерства и, что более ценно, успешно заботятся о своих пациентах. В родовом отделении это свои занятия. После родовом это свои занятия. В приемном покое это специфичное данное отделение. В каждом отделении есть свой наставник. Как только приходит молодой специалист, сразу же мы назначаем наставника. И он непосредственно с ней занимается в течение трех месяцев. Вся эта работа в областной больнице Середавина успешно ведется не первый год. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что важную роль в обеспечении благополучия региона играет подготовка кадров на предприятиях. И что важно развивать наставничество на производстве. Ведь приемы и методы наставничества помогают учреждениям вырастить достойную смену. А в больницах обеспечить высокий процент излечения больных. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. За выпиской из ЕГРН по интернету в Самарской области выросло число граждан, которые обращаются в Росреестр в электронной форме. В чем преимущество онлайн-сервиса и как получить доступ к личному кабинету на сайте Росреестра, расскажем в следующем сюжете. Комфортность и скорость предоставления государственных услуг. По итогам прошлого года в Росреестр по Самарской области поступило 46% документов по регистрации недвижимости в электронном виде. Это в два раза больше, чем по итогам 2020-го. А за пять месяцев этого года доля электронных документов превысила 50%. Это порядка 400 тысяч заявлений, поданных онлайн. Активно пользуются электронными услугами Росреестра органы власти и местного самоуправления, нотариусы, юридические лица, кредитные организации, компании-застройщиков, ну и, конечно, физические лица, ведь электронный способ часто помогает сэкономить время и средства. Целями и задачами продвижения именно электронных услуг является максимальное облегчение упрощения процедур, в данном случае государственных процедур, связанных с регистрацией недвижимости, навстречу гражданам и юридическим лицам. Все это делается для ускорения сроков регистрации, для упрощения именно самой процедуры, исключения таких вариантов, как стояние в очереди, хождение по каким-то инстанциям дополнительно. Там, где экономится время, там экономятся и средства. Например, еще недавно получение выписки из Росреестра происходило за оплату и ждать приходилось до пяти рабочих дней. Теперь эту информацию можно получить онлайн и бесплатно. У физических лиц с наибольшим спросом пользуются сделки по регистрации недвижимости, купли-продаже, заключению договоров долевого участия и предоставлении информации из ЕГРН. При этом получить доступ в личном кабинете на сайте Росреестра просто. Надо всего лишь быть зарегистрированным на госуслугах, на портале госуслуг, и вход в личный кабинет происходит с помощью аутентификации, идентификации по логину и паролю от госуслуг. При входе уже в личный кабинет, как собственник, вы можете наблюдать все свои объекты недвижимости, которые за вами зарегистрированы, и, более того, получить по ним какую-либо информацию, соответственно, также в режиме онлайн, и в случае каких-то сделок получать уведомления по ним. С каждым годом все больше жителей региона предпочитает оформлять документы самостоятельно. Это не только люди молодого и среднего возраста, но и пожилые граждане. Сегодня жители и гости региона могут подавать документы в электронном виде на площадке МФЦ. При необходимости заявителю прямо в многофункциональном центре изготовят электронно-цифровую подпись, а также объяснят последовательность подачи документов. Светлана Кудрявцева, События. А в России могут запретить денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей без открытия счета. Такие меры уже согласованы с Центральным банком. Об этом сообщает одно из российских изданий со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. Объясняется это тем, что с увеличением суммы перевода возрастают и потенциальные риски. Например, бывают случаи, когда многомиллионные операции совершаются в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо или на основе похищенных персональных данных. Из-за этого Росфинмониторинг выступает за то, чтобы при денежных переводах на сумму более 100 тысяч рублей производилась не упрощенная, а полная идентификация клиента. Негляд напомнил, что для расчетов по электронным средствам платежа схожая норма работает давно. Далее о других темах этого дня. Обе нормы касаются пешеходов, пассажиров транспортных средств, водителей велосипедов и иных участников дорожного движения. К этой категории как раз и относятся водители электросамокатов, но из-за расплывчатости формулировки они нередко избегают наказания за нарушение ПДД. Также максимальная сумма штрафа по приведенным статьям составляет полторы тысячи рублей. По мнению экспертов из Минтранса, наказания для нарушивших правила дорожного движения водителей электросамокатов должны быть сопоставимы со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать 30 тысяч рублей. Большинство россиян около 42% считает идеальным видом летнего отдыха в этом году поездку на отечественные курорты, тогда как отпуск за границей предпочли только 20%. Такие данные публикуют одно из изданий, ссылаясь на результаты опроса финансовой онлайн-платформы. Вторым по популярности среди опрошенных россиян стал отдых на даче или за городом. Его предпочитает 41% респондентов. 25% наших сограждан хотели бы провести свой отпуск дома, а 24% отправятся в экскурсионную поездку по России. Отпуск на зарубежных пляжных курортах идеальным считают 19% опрошенных, а экскурсионные поездки за границей выбрали 10%. В Самаре местные жители удерживали грабителя до приезда сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области. Дежурную часть отдела полиции по Кировскому району города позвонили самарцы и сообщили о том, что удерживают внутри припаркованного автомобиля злоумышленника. Он попытался похитить их имущество. Оперативный дежурный направил к ним экипаж в патрульно-постовой службы и следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника. При нем находилась сумка, в которой оказалось похищенное имущество. Зарядное устройство, адаптер, кронштейн для видеорегистратора, 4 баллончика с силиконовой автомобильной смазкой. Позже полицейские установили, что задержанный причастен еще и к краже велосипеда. В Самаре возбудили уголовное дело из-за убийства молодой женщины. ЧП произошло 3 июля в Самарском районе города. Согласно имеющейся информации, девушка решила продать свою машину и выставила объявление на одном из сайтов. Через какое-то время нашелся потенциальный покупатель. Во время встречи он напал на владелицу машины и попытался завладеть транспортным средством. Сопротивлявшуюся хозяйку он ударил ножом и выбросил из салона автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Машина, предположительно принадлежавшая погибшей, была позже обнаружена в другой части города. В данный момент устанавливают все обстоятельства преступления. Министерство труда России представило на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19242 рублей с 1 января 2024 года. Об этом сообщают на сайте ведомства. Согласно законопроекту, рост составит 18,5%. Для этих целей из бюджета выделят 75 миллиардов 900 миллионов рублей, а из внебюджетного сектора 47 миллиардов 400 миллионов рублей. Это привезет к увеличению зарплат почти 5 миллионов сотрудников. Помимо этого, предложено увеличить соотношение минимального размера оплаты труда и средней заработной платы. С 1 января 2025 года оно должно быть не ниже 48%. В этом году для 14 тысяч детей Самары 1 сентября прозвучит первый звонок. Подготовиться к школе – это не только собрать портфель и отгладить форму. О том, какие советы дают психологи и на что следует обратить внимание родителям на этапе подготовки ребенка к первому классу, расскажет Галина Топилина. Подготовка к школе во многих семьях начинается задолго до часа икс. Выбор учебного заведения, сбор документов, штурм магазинов и школьных ярмарок. Но прежде всего психологи советуют оценить, насколько ребенок готов к школе. По их мнению, способность следовать за новым и выстраивать отношения в коллективе у ребенка развивается к 7 годам. К этому времени, как правило, формируется и интеллектуальная готовность к обучению. Торопиться некуда. Это правда. Желание родителей отдать пораньше. Но зачем? Для чего? Не стоит торопить. Потому что такие дети часто не самые маленькие в классе, часто им небезопасно рядом со сверстником. Ведь разница между 5 и 6 годами, она еще велика. Между 6 и 7 годами тоже достаточно велика. И быть самым маленьким в классе, ну, не для каждого ребенка это удовольствие. Амир Туников без пяти минут первоклассник. В сентябре ему исполнится 7. Весь предыдущий год Амир ходил на подготовительные курсы, знакомился со школой, учителями и уже успел многому научиться. Я научился красиво писать. Научился писать печатными и прописными буквами. Научился читать. Я очень хочу читать истории всякие. Мама Амира признается, решение идти в школу в этом году было непростым. По возрасту Амир мог пойти в первый класс и в следующем учебном году. Мы долго думали и сомневались. И, соответственно, решили, что подготовка к школе расставит все на свои места. Успех появлялся все больше и больше. И ребенок проявлял себя уже по-взрослому. Решал небольшие какие-то внештатные ситуации самостоятельно. Сам собирал рюкзак, сам шел в школу. И уже по тестированиям и по беседам с психологом стало понятно, что действительно ребенок прошел большой путь. Он адаптировался. Такая некая годовая трансформация была. Задача родителя по отношению к школе – сформировать ее положительный образ. Познакомить ребенка с учебным заведением и концепцией обучения. Подготовительные занятия в детском саду или при школе два раза в неделю по часу с этими задачами справляются. Если ребенок идет в школу абсолютно готовый, умея все, ему просто будет в первом классе неинтересно. И навык учиться у него потеряется. Он придет в первый класс и вместе со всеми будет палочки выводить, зашлиховывать, буковки. И ребенок, который бегло пишет, ему будет просто неинтересно, нечего делать в этом первом классе. Поэтому дайте ему лучше доиграть в свои 5-6 лет. Сохраните детство и пусть в школу идет с готовностью учиться, с интересом к тому, что там будет. Психологи обращают внимание на важность фигуры педагога. Насколько это будет отзывчивый и грамотный человек, зависит успешность адаптации первоклассника в новом коллективе и в новых для него условиях. Задача родителя – найти для своего ребенка того самого первого учителя, который будет вести за собой и сможет заинтересовать учебой. В период подготовки к школе специалисты советуют также не забывать и о здоровье будущего первоклассника, укрепить иммунитет и пройти все необходимые обследования. Галина Топилина, Константин Головин, Петр Паломеев. События. Жители Самары открыли пляжный сезон. В областной столице установилась жаркая погода. Как долго она продлится и с каким настроением отдыхают горожане, узнали наши корреспонденты. Пляжи Самары официально открылись еще 15 июня, но оставались почти пустыми. Первый месяц лета оказался дождливым, а температура воздуха была ниже климатической нормы. С начала этой недели ситуация изменилась. Горожане потянулись на пляж. Конечно, замечательно. Переживали, что лет такое холодное. Вот, наконец-то, солнце. Хорошая погода и на пляж быстрее. Жители Свердловской области Никита и Анна приехали в Самару тоже за солнцем и теплом. Домой молодые люди уедут с волжским загаром. Тепло, хорошо. Как бы за этим сюда и приехали на самом деле. Отдохнуть, загореть, Волгу посмотреть. Очень жарко. По сравнению с климатом, где мы живем, здесь на порядок жарче. Мы и хотели на Волге покупаться. Конечно, это прекрасно. Загорать и купаться самарцы и гости областной столицы смогут до конца этой недели. Погода в регионе сохранится сухой и жаркой. До конца текущей недели в Самарской области у нас сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного атмосферного давления у поверхности Земли. В средней тропосфере у нас будет наблюдаться южный вынос воздушных масс. Поэтому температура воздуха в дневные часы с каждым днем будет повышаться. И к концу недели она будет значительно превышать 30-градусную отметку, а в отдельных районах превышать и 35-градусную даже. Какая погода ждет Самару на следующей неделе, сказать пока нельзя. Синоптики делают прогнозы только на ближайшие три дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Турпоток в Самарскую область за последние пять лет увеличился в два с половиной раза. Примечательно, что и сами самарцы все больше предпочитают путешествовать, не выезжая за пределы своего региона. Горожане рассказали, где в Самарской области можно провести время интересно, познавательно, с пользой для здоровья и бонусом сделать много красивых фотографий. Царевщина, Царевку-Руган – это наши любимые места. За Волгой у нас прекрасные места. Там есть Ширяево, у нас такой поселочек очень красивый. У нас очень много прекрасных мест, куда бы можно было пойти погулять. За Волгу зеленая зона, есть там, пожалуйста, зеленые рощи. Люди ездят с удовольствием, традиционно, еще с советского времени. Сейчас, я думаю, что они верны своим традициям. В Ширяево, Подгород, все традиционно. Но если отойти от Волги, то область большая. По Волге, Барбошина Поляна, окрестности. Мы были в Ширяево, вот нам там понравилось. Вот это запомнилось, там вообще изумительно. Ну, очень красиво и зелено. Мы побывали в штольнях, вот на памятниках на всех. Мне нравятся шигоны, это мое мнение. Там река Уса, красивейшие места, турбазы. Из-за Волга и Грушинский фестиваль. Ну, куча мест. Хрящевка, если кому известно. В Хрящевке тема своя особенная. Там паруса, там доски. То есть там активные виды спорта. Ну, а здесь вот река, сабы. У нас очень много всяких хороших мест. Жигулевское море, например. Там турбаза, там красиво. У Ширяева, конечно. А Царевщину мы любим приезжать отдыхать на базу. Ну, мои любимые места, это именно Самарская Лука. Там, потому что веломаршруты проходят. Можно кататься на велике. И вот на Стрюки. Собственно, там у нас куча фестивалей проходит. Обязательно для посещения, если по области, это замок Гарибальди. И зимой, и летом очень красивое место. Власти популярного индонезийского курорта Бали хотят ограничить въезд туристов и установить квоту на 400 тысяч человек в год. Об этом сообщает местный новостной портал Кумпаса с ссылкой на заявление губернатора острова Вайяна-Костера. При принятии такого решения он опирается на опыт Бутана, где также существует квота на прибытие иностранных туристов. Костер отмечает, что бутанская философия схожа с балийской. Там и там местные жители стремятся сохранить природу, культуру и поддерживать чистоту воздуха. К тому же ограничение на въезд в Бутан делает курорт более привлекательным и желанным для состоятельных путешественников. Губернатор Бали подчеркнул, что балийцы заинтересованы в привлечении туристов, которые не создают проблем, а не тех, которые берут с собой денег на три дня и остаются на месяц, воруют, взламывают банкоматы и нарушают общественный порядок. Дарья Касаткина, несмотря на повреждения, смогла выйти во второй раунд Уимблдона от теннисного турнира «Большого шлема». Самарские пляжники продолжают борьбу в чемпионате России, а самарские пловцы завоевали целую россыпь наград на всероссийских и международных соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» она нанесла поражение представительнице США Каролайн Доулхайт со счетом 6-1-6-4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Дарья ни разу не подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из восьми. При этом по ходу матча Касаткина дважды вызывала на корт врача. Следующей соперницей Дарьи станет представительница Великобритании Джоди Берридж. В Санкт-Петербурге прошел четвертый этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские крылья советов провели два матча. Сначала волжане обыграли Краснодар и ЮМР. В первом тайме самарцы вышли вперед. Во втором игровом отрезке сначала пропустили два мяча, но затем вернули себе преимущество, которое и закрепили в заключительном тайме. 6-3 победа крыльев. Во второй игре самарцы сражались со столичным клубом «Строгино» соседями по турнирной таблице. Все решилось в третьем тайме, в котором москвичи за несколько минут сняли все вопросы о победителе матча. Крыльям удалось забить лишь гол престижа. Самарцы занимают седьмое место в турнирной таблице. В Египте завершилось 18-е первенство мира по плаванию в ластах CMAS среди юниоров. Соревнования объединили более 300 сильнейших спортсменов из 35 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет. Россияне приняли участие в нейтральном статусе. В составе национальной команды выступила представительница Самарской области Дарья Арзамасцева. Спортсменка завоевала серебряную медаль в дисциплине плавания в ластах 50 метров. В Держинске в рамках летних игр «Паралимпийцев. Мы вместе. Спорт» состоялись чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и всероссийские соревнования по спорту слепых и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. В турнире приняли участие более 300 пловцов из 46 регионов страны. Сборную команду Самарской области представляли 8 спортсменов, которые завоевали 15 медалей. Больше всех наград завоевал Кирилл Пульвер. Два золота вольным стилем на 100 и 200 метров, бронзу в заплыве на 50 метров и добавил к этому серебро на короткой дистанции батерфляем. В Тольятти состоялась очередная гонка командного чемпионата России по спидвэю. Мегалада на своем треке принимала Октябрьскую Башкирию. С первых заездов тольяттинцы захватили преимущество в гонке и одержали уверенную победу со счетом 53-40, продолжив беспроигрышную серию. После пяти гонок в турнирной таблице Мегалада стала недосягаемой для своих соперников и досрочно оформила чемпионство. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта здравоохранения, говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 50 миллионов граждан России. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 миллионов человек. Получить направление на диспансеризацию легко. Достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Также заполнить необходимые документы можно на региональном портале госуслуги. Необходимым условием оформления выплаты является постоянно регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Получение удостоверения ветерана боевых действий – один из основных вопросов, с которыми сегодня обращаются филиалы фонда «Защитники Отечества», рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. Как устроен процесс сопровождения ветеранов социальными координаторами, можно узнать из социальных карточек, опубликованных на странице телеграм-канала. Здесь же можно узнать контактные данные региональных филиалов фонда «Защитники Отечества». Администрация городского округа Самары информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома, рассказывают в телеграм-канале промышленного района. И напоминают, что на территорию города действует особый противопожарный режим, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok